Но после дебатов он подошёл ко мне и сказал Эй, слушай, у меня есть пара биткоинов, у меня есть биткоин кэш и иос Что ты думаешь о манере? Я думаю, что она достаточно хороша И в этот момент я понял, что мне пора уходить Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди Мне не нужно говорить вам, что умные деньги отпугивают покупателей от покупки ценного актива В то время, как они же запасаются этим же активом за кулисами Вы знаете это Они покупают по низкой цене и как только закупаются, дают это сделать вам И все вы думаете, что купили по низкой цене, потому что кто-то обещает вам яркое будущее Но на самом деле они сделали это намного раньше вас Но самое главное, что они покупают в то время, когда средства массовой информации создают атмосферу страха В вашей голове Это уже довольно старая история Богатые становятся богаче, а вам остается продолжать холдить То же самое происходит с биткоином прямо сейчас Они не скажут вам, что биткоин действительно ценен до тех пор, пока не закупятся сами Так позвольте мне рассказать вам об этом, а затем поделиться с вами некоторыми доказательствами И помните, ребята, не верьте тому, что они говорят Лучше смотрите, что они делают Для начала я хочу объяснить вам, почему биткоин имеет ценности, почему биткоин, вероятно, никогда не исчезнет Это то, о чем они вас не учат, но то, что вам нужно знать Они не расскажут вам об этом, пока не придет время, но тогда уже будет поздно Но давайте же разберемся с этим Биткоин это новая революционная форма денег, поэтому думайте о нем, как о деньгах Думайте о нем, как о цифровом золоте Если вы знаете свойства, которые делают деньги деньгами или делают золото ценным, то посмотрите сюда Биткоин в большинстве случаев превосходит как золотые, так и бумажные деньги в каждой категории Люди с большими деньгами вам этого не скажут К тому же биткоин децентрализован, поскольку это сеть по всему миру, благодаря чему его невозможно прикрыть У него нет офиса, нет генерального директора, чтобы правительство могло просто закрыть его Биткоин это надежные деньги, которые не основаны на доверии людей друг к другу Вам не нужен ни банк, ни правительство, ни какая-либо третья сторона, чтобы дать вам разрешение на транзакции Биткоин удобен, и вы знаете, что, пожалуй, самое интригующее, это то, что биткоин нельзя напечатать Также его невероятно мало, поэтому независимо от того, насколько велик спрос на него За всю историю будет создан 21 миллион биткоинов, и никто не сможет напечатать больше Поэтому имейте в виду, что если вы будете проводить собственные исследования То существует множество причин полагать, что биткоин будет существовать еще 10 лет, если не дольше Есть много причин думать, что в этот период биткоин будет расти в цене Так как все больше и больше людей будут узнавать о нем и об этих фактах Я говорю о долгосрочной перспективе Именно поэтому рынок находился в упадке весь последний год А умные деньги только накапливали свои позиции, как я думаю Питер Шиф – это один из людей, которые стоят за умными деньгами Питер – это финансовый комментатор с Уолл-стрит И, конечно же, он известен как предсказатель экономического кризиса в 2008 году Он не скрывает, что он против биткоина Ему очень приятно говорить о золоте, как о потенциально растущем активе О биткоине, как о потенциально падающем Возможно, это связано с тем, что Питер Шиф имеет большой капитал в компаниях Которые сильно зависят от продажи золота и драгоценных металлов На самом деле он владеет как операциями по добыче золота, так и услугами, которые вы можете приобрести у него Так что в его руках множество различных сфер, связанных с золотом и добычей золота В своих последних дебатах на ютуб-канале Тона Вейса Питер с гордостью показывает свой собственный веб-сайт Шиф Голд Который красуется на заднем фоне И вот, что он говорит о деньгахе и о биткоине Самая важная часть денег, кроме того, что это средство обмена расчет на единицы, чего не умеет биткоин Это способность быть ценным товаром Вам нужны еще варианты использования, помимо того, чтобы быть единицей счета, хранилищем или средством обмена Да, это должно иметь ценность Люди хотят сказать, что биткоин является всего лишь средством сбережения Но чтобы быть средством сбережения, у вас должно быть нечто ценное, что можно хранить Я ношу здесь пару запонок, которые сделаны из золота И эти запонки являются средством сбережения Потому что через сто лет я могу растопить это золото И превратить его в любое другое украшение, которое кто-то захочет купить Или я могу использовать его в аэрокосмической отрасли, в электронике или стоматологии Наблюдайте за тем, что они делают Не за тем, что они говорят Питер Шиф сейчас утверждает, что биткоин не имеет никакой ценности Питер Шиф утверждает, что биткоин не стоит вашего времени И он же заявляет, что биткоин не является надежным средством для инвестиций Однако при более внимательном рассмотрении его веб-сайта Мы видим, что Питер Шиф принимает биткоин прямо на главной странице Поэтому следите за тем, что они делают, а не что говорят Да, это не доказывает, что он держит биткоины, верно? Но чтобы узнать это наверняка, давайте спросим об этом его друга Джеффри Такера Джеффри Такер является и коллегой, и другом Питера Шифа И также высоко ценит себя в финансовом мире Давайте послушаем этот подкаст Джеффри Такера Который называется «Давайте поговорим о биткоине» В этом подкасте он комментирует ситуацию после того, как он закончил обсуждать Питера Шифа на сцене Вы недавно обсуждали Питера Шифа? Да И как все прошло? Просто я знаю, что Питер Шиф это один из тех парней, которые издавна находились в этом пространстве То есть еще даже до того, как я заинтересовался криптовалютой Я считал его мнение о золоте, о драгоценных металлах и что-то о криптовалютном рынке И он был действительно ключевым игроком на этих рынках И это было интересно, потому что он был одним из тех, кто, я бы сказал, держал деньги в стороне от ненадежных активов Кто никогда не говорил, да, криптовалюта могла бы быть правильной вещью И все же было немного странно видеть, что с одной стороны он придерживается этих мнений о надежных деньгах А с другой стороны его вовсе не интересуют цифровые эквиваленты надежных денег по тем же причинам Как это? Что же, скажу вам после дебатов, что когда с Питером вместе путешествовали по Бразилии, он показался мне очень веселым Мы всегда обедали вместе и вообще я люблю этого парня, мы хорошие приятели Но после дебатов он подошел ко мне и сказал Эй, слушай, у меня есть пара биткоинов, у меня есть биткоин кэш и иус Что ты думаешь о манере? Я думаю, что она достаточно хороша И в этот момент я понял, что мне пора уходить Это очень интересно Я помню, как его брокер начинал принимать биткоины для платежей или что-то в этом роде И тогда посыпались мнения, о, он изменил свою позицию Но вы знаете, он мог просто продать их сразу же после получения платежа Нет-нет, он держит биткоин Ребята, как я и сказал, смотрите, что они делают и не слушайте, что они говорят Хорошо, что насчет Джи Пи Морган Вы помните, что в 2017 году генеральный директор Джи Пи Морган Джейми Даймонд заявил Что любой сотрудник компании, который будет пойман на торговле биткоинами, будет уволен В 2018 году он заявил, что биткоин имеет никакой ценности и вообще это скам Но удивительно, что в начале 2019-го все изменилось И Джи Пи Морган стал первым американским банком, создавшим свою собственную криптовалюту Свой собственный скам, если говорить на языке Джейми Даймона И уже в середине 2019-го года Джи Пи Морган вдруг находит в биткоине так называемую внутреннюю ценность Находят в том, что они называли скамом, ценность Смотрите, что они делают, а не что они говорят Конечно, те люди, которые были близки к элите Уолл-Стрит, все время знали, что происходит Но вы знаете, что умные деньги всегда в курсе, что и кто делает Это Барри Силберт В 2018 году на Unchained подкасте он говорил с Уолл-Стрит о том, что Джейми Даймон или Джи Пи Морган делает за кулисами Это было записано еще до того, как в 2019 году Джи Пи Морган публично заявил о том, что биткоин имеет ценность И по-моему, в одном из своих видео я эту запись уже показывал, но давайте повторим Вы сказали, что то, что Уолл-Стрит публично говорит о криптовалюте, отличается от того, что они говорят на каких-либо частных встречах Каковы эти отличия? Ну, я думаю, что вы знаете, что цитаты Джейми Даймона были фантастическими И вы знаете множество анекдотов о том, как Джи Пи Морган Билдинг встречается с людьми, связанных с криптовалютой Прямо сейчас, несмотря на падение цен, объемов и так далее в этом году, мы видим, что институты и банки Уолл-Стрит находятся на небывалых максимумах Вы знаете множество комментаторов, которые говорят, что биткоин умер, что пузыри лопнули Но за кулисами этот корабль несется на полных парусах Это нужно отдельной цитатой выписать За кулисами этот корабль несется на полных парусах Барри Силберт, 2018 год На этом у меня все, ребята, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал, комментируйте, обязательно богатейте До скорой Субтитры сделал DimaTorzok